На телеканале Рыбака Омск новости. Меня зовут Людмила Семенова. Здравствуйте. Смотрите выпуски. Долг платежом страшен. Как замотивировать людей платить по счетам мастер-класса томских коммунальщиков? Разбитые сердца. Почему любовь сильнее брачного контракта? Одна на миллион. Выдержат ли хрупкие плечи омской градоначальницы испытания властью? Дал прикурить. Глава региона потребовал, чтобы омские фермеры занялись коноплей. Массовое отравление в кадетском корпусе. Об инциденте впервые сообщила мать одного из кадет. Амичка рассказала, что накануне ученики ели кондитерскую продукцию. Ее якобы принес родственник одного из воспитанников. Позже детям стало плохо. Управление Роспотребнадзора по Омской области подтвердили наличие соответствующей жалобы. Как сообщает региональный Минздрав, в больницы поступили уже 15 детей. На сегодняшний день за медицинской помощью в учреждение здравоохранения Омска обратились 15 воспитанников кадетского корпуса с признаками острой кишечной инфекции и неустановленной этиологии. Все дети госпитализированы, получают необходимое лечение. Их состояние на сегодняшний момент оценивается как удовлетворительное. В самом кадетском корпусе заявляют, что сейчас состояние ребят удовлетворительное. Причем настолько, что они уже, цитирую, готовы бегать и заниматься строевой. В интервью информагентства Омск-регион один из офицеров кадетского корпуса заявил, что под подозрением всего 15 воспитанников, которые были отправлены в больницу. Остальные изолированы в самом кадетском корпусе. После инцидента в учебном учреждении сразу же проверили пищеблок и продукты. Нарушения не нашли. Куда приводят долги? Омские судебные приставы и представители ресурсоснабжающих организаций рассказали о долгах населения за коммунальные услуги. В рамках акции «В Новый год без долгов» омичам объяснили, что ждет тех, кто забыл заплатить за воду тепло и свет. При этом должникам готовы идти навстречу. Если не играть в прятки с судебными приставами, есть шанс реструктуризировать свою задолженность. Корреспондент РБК Омск Иван Чебоксаров расскажет, как ресурсники борются со злостными неплательщиками. Чем грозят долги за ЖКХ? И почему встретить Новый год без долгов хорошая примета, рассказали сегодня представители ресурсников и судебные приставы. Регулярные рейды по квартирам должников, рассылки на почту в том числе и электронную. На что только не идут приставы, чтобы хоть как-то мотивировать граждан не забывать вовремя оплачивать счета. Есть и вовсе уникальные методы. Большие рекламные счеты, на которых красуются фотографии злостных неплательщиков. Несмотря на все эти меры, старый проверенный метод по квартирный обход должников и по сей день остается одним из самых действенных. Применяем ограничения в праве выезда. У каждого 29-го это право ограничено на сегодняшний день. 550 граждан были привлечены к административной ответственности. И в этом году у нас возбуждено даже 5 уголовных дел. Впрочем, теперь, чтобы вернуть долги, согласие самого должника и не требуется. Сегодня с банковской карты каждого четвертого омеча, имеющего непогашенные счета, удерживается часть зарплаты или пенсии. Вплоть до 50%. На руках судебных приставов находится более 36 тысяч исполнительных производств. Сумма задолженности 750 миллионов рублей. Практически все должники – жители Омска. Причем общий объем долгов давно перевалил за 4 миллиарда. Цифры, мягко скажем, впечатляющие. Население города Омска, кому мы поставляем тепловую энергию ГВС, должна нам более полутора миллиардов рублей. Та категория граждан, которая никогда не оплачивала, это всегда было так, порядка 3%, они не оплачивают в принципе никогда. Эта категория, конечно же, просуживается. Накануне новогодних праздников приставы напомнили – тем, кто в Новый год решит поехать в отпуск, но забудет, что имеет внушительные долги, стоит подготовиться. Долгожданная поездка может быть испорчена. Даже несмотря на наличие билетов, злостные неплательщики на рейс допущены не будут. И даже если перед полетом резко проснется совесть, то минимальный срок, за который пройдет оплата по долгам, составляет 3 дня. В любом случае отпуск будет испорчен. Землю крестьянам, причем по льготной цене. Так в Рио губернатора предлагают бороться с дикорастущей коноплей. По словам Александра Буркова, чтобы избавиться от заброшенных земельных участков, необходимо снижать арендную ставку для фермеров и разъяснять депутатам районных советов, почему необходимо это сделать. Поскольку на сельскохозяйственных угодьях появится хозяин, он уже будет приглядывать и за соседним участком в составе земель поселений. В Рио губернатора получил Минсельхозу провести ревизию и определить, как можно задействовать пустующие земли. Самое основное это сохранить сельское население. Землю нужно передавать фермерам по дворью, для того, чтобы люди работали и ухаживали, и растили, выращивали урожай, и кормили свои семьи, регионы, саму Россию. Об Омске заговорили в Канаде. На одном из интернет-сайтов сообщается, впервые в истории сибирского города женщина Оксана Фадина смогла занять столь высокий пост. При этом второй кандидат мужчина Фридрих Мецлер не получил ни одного голоса. Оксану Фадину уже поздравили на самом высоком уровне. Спустя несколько часов после голосования новоизбранный городоначальник, а вернее городоначальница, встретилась в Рио губернатора. Впрочем, Александр Бурков, помимо поздравлений, намекнул шестому мэру Омска, что результат голосования своего рода аванс. Доверие избирателей еще предстоит отработать, наведя порядок в городе. Между тем, эксперты не скрывают, наследство Оксане Фадиной досталось тяжелое. Какие испытания предстоят первой женщине мэру Омска в нашем комментарии. Город-миллионник и миллион проблем наследства на хрупких плечах. Новоэмская городоначальница теперь ответственна за будущее всего Омска, который в канун выборов мэра оказался на грани банкротства. Денег в бюджете ни на что не хватает. Дефицит казны 700 миллионов, почти критический уровень в 10%. Молодежь покидает город, доверие бизнеса к власти подорвано скандальным 108-м постановлением о начислении аренды за землю. В экономическом климате ледниковый период. Частные предприятия массово перерегистрируются в другие регионы. В городской атмосфере опасные примеси и витают скандалы. Впрочем, за фигурой Оксаны Фадиной виднеются силуэты совсем другой весовой категории. Так что депутаты горсовета, единогласно поддержав на выборах протеже в Рио губернатора, не без основания рассчитывают на материальную поддержку из области. Александр Бурков ожидания не обманул. На встрече с избранным мэром пообещал часть из федеральных 15 миллиардов направить на решение городских проблем. Задачи, которые стоят перед городом, вы хорошо знаете как министр экономики. В дальнейшем будем их решать сообща. Уже сегодня нужно задуматься о том, какие финансовые средства необходимы городу, чтобы с учетом дополнительных федеральных средств, выделенных региону, мы могли бы направить их на решение проблем. Александр Бурков советует Оксане Фадиной не откладывать мэрские дела до инаугурации, которая состоится 8 декабря, а в ближайшие дни определить многолетние болевые вопросы города. Впрочем, видимо, не зря знакомый с ней характеризует избранного мэра как трудолюбивую перфекционистку. Приоритеты в своей работе пока еще министр экономики региона расставила задолго до самих выборов. В своей программе Оксана Фадина, изучив жалобы о мечей с начала года, указала главные проблемы города – состояние дорожной сети, благоустройство, очередь в дошкольные учреждения, капремонт жилья, переселение из аварийных домов и экологическая обстановка. Ну а для тех, кто сомневается, сможет ли первая женщина мэр найти общий язык с мужским коллективом, Оксана Фадина намекнула, что способна говорить не только с помощью цифр. Что касается ненормативной лексики, не знаю, если это понадобится. Мой опыт работы в строительной компании, где численность человек составляла более 625 человек, я думаю, дал мне определенную базу. Впрочем, главный диалог, по мнению избранного мэра, она намерена вести прежде всего с амичами. Для этого Оксана Фадина предложила запустить специальный портал, где горожане смогут проголосовать за тот или иной проект, а также оценить качество работы городских чиновников. Что касается политического расклада, «Железная леди» с Большеречья, как градоначальницу уже окрестили журналисты, считает, что главное лицо все-таки глава региона. А задача мэра, цитирую, продиктована курсом президента, а он сейчас направлен на повышение благосостояния россиян, сделать нашу территорию территорией комфорта. Конец цитаты. Кому теперь придется отвечать за проблемы в управлении городом, если, конечно, таковые возникнут? И так ли самостоятелен теперь омский мэр? Разговор об итогах выборов мы продолжим с политтехнологом, гендиректором федеральной экспертной сети «Клуб регионов» Сергеем Старовойтовым. Сергей Игоревич, приветствую вас. Все-таки, по-вашему, чья это победа? Оксаны Фадиной или в Рио губернатора Александра Буркова? Безусловно, это победа исполняющей обязанности губернатора Александра Буркова, именно потому, что он продемонстрировал такой своего рода мастер-класс местным политикам. Я об этом всегда говорил, еще с момента, когда стало известно, что Буркова направляют на Омск решением президента. Что Александр Бурков – продукт Свердловской политтехнологической школы. Он, в отличие от губернаторов-хозяйственников, чистый губернатор-политик, и даже политтехнолог, он представитель оппозиционной партии. Это они должны забывать. И вся его карьера политическая – это бесконечная политическая борьба. И то, что произошло сейчас с назначением мэра города, как раз и свидетельствует о том, что он политик высокого класса. И он продемонстрировал местным политическим элитам, как можно их всех привести к согласию и заставить реализовать свою волю таким образом. Более того, назначение своей… Почему, собственно, Фадина, сотрудник администрации области, почему подчиненная губернатора? Я склонен расценивать это именно как символический жест. А ведь вновь прибывшему губернатору необходимо не только быть формальным лидером в регионе, в том числе лидером элит, но и важно быть неформальным лидером. То есть привести к подчинению, заставить демонстративно местные элиты подчиниться. И вот это действие, которое совершил Бурков, собственно, является таким символическим жестом по принуждению местных элит к подчинению. Он берет свой сотрудник, поэтому единогласное голосование, поэтому поименное голосование именно для того, чтобы каждый принял присягу. Таким образом, мы сейчас видели не голосование за мэра города Омска, а мы видели присягу, которую местные элиты принесли исполняющим обязанности губернатора. Но раз уж прошел, по сути, протеже главы региона, не получится ли так, что теперь губернатору придется отвечать за все, что происходит в городе, а не мэру? Это хороший вопрос, и он обсуждается постоянно, как только мы понимаем, что в новой системе именно губернатор достаточно серьезно влияет на назначение мэра областного центра. Это происходит не только в Омске, это происходит везде, по новой системе. Я напомню, что если ранее выбирался мэр общенародным голосованием в результате демократической процедуры, то сейчас система изменена, и он выбирается в результате двух этапов. Вначале конкурсная комиссия отбирает кандидатов, а потом уже депутаты горсовета большинством голосуют за одну из отобранных кандидатур. В нашем случае, в случае Омского голосования, это были кандидатуры Мецклера и Фадиной, соответственно. Так вот, везде почему-то считается, что губернатор, навязав свою креатуру, несет за нее ответственность. А депутаты сегодня начали открыто говорить, что и мы несем тоже за нее ответственность, потому что мы представляем избирателей, голосуем, и теперь вроде как бы мы тоже будем отвечать за то, как Фадина справится со своими обязанностями. Но это, на мой взгляд, не более чем риторическая фигура. Никто не несет за нее ответственность. Вот в чем дело. Потому что и губернатор несет за мэра города Омска, в данном случае главного за городское хозяйство. Мы понимаем, что в случае такой системы мэр лишается своего предыдущего качества, политической субъектности. То есть мэр сейчас перестает быть политическим субъектом и становится исключительно функцией, выполняющей хозяйственную роль, по сути, завхозом по городу или заместителем губернатора, в нашем случае по городу Омску. И поэтому за него несет губернатор не большую ответственность, чем за любого из своих замов. А мы понимаем, что происходит, когда зам не справляется с обязанностью. На него сначала навешивают всех собак, а потом его увольняют. С формулировкой «не справился» или «по собственному желанию», или еще как-то. Оксана Фадина заявила, что с губернатором она связана одной цепью, и что мэр – это звено между властью региональной и местным населением города. На ваш взгляд, мэр должен быть звеном или самостоятельной единицей? Давайте это высказывание нового мэра Омска спишем за счет волнения. Скорее всего, она хотела сказать либо не это, либо выразилась не очень удачно. Потому что, обозначив в качестве основной задач, вот это вот, не помню, как это буквально звучало из ее уст, что-то вроде того, что связать губернатора и население. Но я думаю, что губернатору есть достаточно способов связи с избирателями и с населением. Тем более, мы понимаем, что следующий год выборный, а губернатору Ромской области, временно исполняющему обязанности губернатора, надо будет решить две задачи. Это организовать правильно президентскую кампанию, выборы президента страны в марте, и после этого организовать свою избирательную кампанию. И, учитывая, как себя повели коммунисты, мы видим, что ни о какой дипломатии и ни о каких договоренностях с коммунистами, по крайней мере, в настоящий момент, речи идти не может. А, соответственно, коммунисты могут выставить достаточно сильную фигуру, достаточно сильную персону, которая составит не видимую, а реальную конкуренцию к господину Буркову. И вот здесь, учитывая, что в Омске 900 тысяч избирателей и 600 в районах области, то есть в Омске находятся две трети всех избирателей региона, то, конечно же, борьба за город, она может стать ключевой борьбой. И сейчас Оксана Фадина, конечно, я думаю, что и мало кто завидует, потому что она поставлена в очень сложный период на такой один из опаснейших участков фронта и политического, и экономического. Ей, а, надо реально, да, с эффекта низкой базы, да, вот с этого полной фундамента каких-то одних сплошных проблем, да, там, что не сделай, все идет на пользу, на самом деле, да, вон, так развивать-то его несложно. Вот реально, там, что не сделай, все это будет записано в плюс. Но, тем не менее, надо найти для этого средства и возможности. А вторая часть, это, конечно, помимо хозяйства, это политическое развитие города, и как раз то самое повышение социального самочувствия жителей, над которым надо работать. Вот, а это, я думаю, что уже будет понятно к следующему лету, как, собственно, новый главный начальник справляется с этими задачами. Благодарю вас за интересную беседу, спасибо, что к нам зашли. Да, спасибо. А я напоминаю, мы беседовали с политтехнологом Сергеем Старовойтовым. Более подробное интервью смотрите на РБК Омск в субботу в 17.10. И к другим темам, кто следующий. Омские СМИ анонсируют новую отставку в областном правительстве. Как сообщает газета «Коммерческие вести» со ссылкой на свои источники в чиновничьих кругах, скоро искать работу придется первому заместителю председателя правительства региона Андрею Новоселову. По данным издания, в Рио губернатор Александр Бурков уже ведет переговоры с двумя влиятельными кандидатами на эту должность из Екатеринбурга. Отмечу, Андрей Новоселов работает первым вице-губернатором чуть более двух лет. Недавно стало известно, что часть его функции будет передана исполняющим обязанности мэра Сергею Фролову, который скоро перейдет на работу в областное правительство на должность заместителя председателя. В частности, Андрея Новоселова ему перейдут задачи по координации деятельности регионального минстроя, гостроинадзора и госжилинспекции. Развод и девичья фамилия отделить имущество супругов будут по-новому. Брачный договор может потерять силу по решению суда. Общественная палата России предлагает внести поправки в семейный кодекс. Если раньше после развода имущество супругов делилось поровну, как вместе нажитое, то теперь каждому воздастся по его семейным заслугам. Поможет ли это улучшить статистику разводов, разбирался мой коллега Владимир Киселев. Владеть не значит заслужить. Семейный кодекс России нуждается в справедливости, решили члены общественной палаты Российской Федерации и предложили ряд поправок. Теперь при разводе имущество между супругами будет делиться не поровну, а по-честному. Например, если муж – владелец частного предприятия, а жена даже не интересовалась, как дебет с кредитом сводится, делить бизнес поровну никто не имеет права, даже если и нажито благосостояние во время семейной жизни. И даже брачный договор не спасет. Что написано пером, судья может просто вычеркнуть. Адвокаты уже протестуют. По их мнению, если поправки в кодекс внесут, могут пострадать супруги, исполняющие свои обязательства, указанные в брачном контракте. Если брачный договор мы аннулируем полностью, как правовой институт, то пострадают как раз права и интересы добросовестных участников брачных отношений. И более того, я думаю, что этого не произойдет, потому что это на сегодняшний день один из механизмов защиты как раз права собственности супругов. Сторонники поправок уверяют, новые правила раздела имущества прежде всего работают на защиту обоих супругов. Ведь любовь, как известно, слепа, а россияне под наплывом чувств особо не вчитываются в условия контракта и только после развода понимают. Вместе со второй половинкой потеряли гораздо больше, чем приобрели во время семейной жизни. Впрочем, теперь, учитывая новые реалии, брачные контракты могут и вовсе потерять свою значимость, так и не успев прижиться на территории России. Не исключено, что с новыми поправками и разводов станет значительно меньше. Ведь тогда супруги не станут преследовать корыстные цели и разводиться ради финансовой выгоды. Уже сейчас в Омских ЗАГСах фиксируют небольшое сокращение разводов. Если говорить о статистике по расторжению брака, то за 10 месяцев 2017 года было зарегистрировано 7 130 записей о расторжении брака. Это, если говорить опять же в сравнении с 2016 годом, на 85 записей меньше. Однако семейный кодекс тут пока ни при чем. Просто развод – дело финансово затратное. Семейная жизнь и совместное ведение бюджета, по мнению психологов, дает ощущение стабильности. И, как отмечают эксперты, экономическая выгода от совместного проживания может согреть, казалось бы, остывшие чувства. Рост цен составил 30 копеек. Эксперты объясняют подорожание бензина ростом оптовых цен на топливо. Амичей просят помочь покалеченному живодерами псу обрести шанс на счастливое будущее. Дворняжки Остапу готовы провести уникальную операцию и сделать вживляемые протезы. Правда, для этого нужно преодолеть несколько сотен километров. Продолжение истории, у которой может быть счастливый конец в материале Марии Васьковой. В приюте друг Остап живет почти год. Когда его нашли волонтеры, пес молча умирал. Неизвестный живодер покалечил собаке передние лапы и бросил на холоде. Директор приюта Татьяна Дугина вспоминает. Сначала найденыша даже хотели усыпить. Когда приехали, конечно, он сперва нас боялся, убегал, пытался убежать, скажем так. А потом просто потянул эти пультяшки с торчащими костями к нам. Тут уже никакого усыпления, естественно, не было уже и речи. Остапу повезло по счастливой случайности. Тогда в городе оказался врач из Новосибирска. Он первый в России разработал вживляемые протезы для собак и обещал поставить Остапа на четыре лапы. Но сначала нужно было подготовить пса к операции и собрать деньги. На это потребовался почти год. Теперь все готовое, Остапа ждет новосибирской клиники. Но есть проблема – везти в другой город собаку не на чем. В приюте просят омичей помочь с перевозкой. Все транспортные расходы готовы оплатить. Волонтеры надеются, что шанс на счастливое четвероногое будущее появится не только у Остапа, но и у его подружки Блэкси. Из-за серьезной травмы от нее отказались потенциальные хозяева. Сейчас в приюте ищут деньги на ее лечение, чтобы Блэкси успела в клинику вместе со Остапом. Блэкси у нас появилась из рук волонтеров. Нашли ее с очень сложным переломом бедра. То есть лечилась она до этого в другой клинике. Очень печально, что врачи пообещали, что поставят ее на четыре лапы. Чудо после их лечения не произошло. Те, кто готов отвезти Остапа в Новосибирск или хочет помочь Блэкси, могут позвонить по телефону 38-22-72. В приюте надеются, что Остап и Блэкси не только смогут ходить на четырех лапах, но и в будущем найдут добрых и заботливых хозяев. И это были главные события на сегодня. Смотрите нас на телеканале РБК Омска, а также на сайте itv55.ru. Я с вами прощаюсь. До скорых встреч. Редактор субтитров А.Семкин